День на Домской Организация защиты Одессы Александр Щерблюк у нас в студии. Приветствую вас, Александр. Здравствуйте. Прежде чем мы посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты, хочется услышать ваше мнение. Вообще, перекрытие дороги в наше время – это действенный механизм? Вы понимаете, мое мнение я высказал и вашим коллегам, и, может быть, вашему журналисту. Я считаю это откровенным вредительством против всех жителей города. И нельзя решать проблемы даже такого количества людей, как 30 человек, которые вышли на улицу, путем создания неудобств всем жителям города. Ну, если не всем, то третий точно в течение суток. Знакомим наших телезрителей с сутью проблемы, которую будем обсуждать в нашем сюжете. И возвращаемся в студию. Пожалуйста. Автостоянка на 115 машиномест оформлена как гаражный кооператив и создана 30 лет назад. Автомобилисты заявляют, что их стоянку пытаются захватить рейдеры. Вы посмотрите, вот, людей, которые там стоят. Так же, как они отнимали санаторий Чкалова, ну и так далее. Это везде они и те же, которые сбитыми, ну и так далее. А вот в КП «Парксервис» уверяют, автовладельцы ничего не платят в городской бюджет. Поэтому коммунальщикам пришлось подписать договор аренды с организацией «Захаст Одесса». Она и должна взять стоянку под свой контроль. Здесь также планируют составить этот тариф на уровне этих 300 гривен, которые у них сейчас есть. В прошлом году они собрали более 300 тысяч гривен с автовладельцев. Налог на землю они заплатили всего лишь 800 гривен. Это нонсенс. Они не выплачивают городскую казну, они считают, что это как бы дорого и несправедливо. Но, к сожалению, да, закон суров, но он закон. Вот мы обязаны соблюдать требования налогового кодекса. Вот коллектив, который здесь работает на сегодняшний момент, мы с удовольствием готовы тоже взять к себе на работу. И пусть те охранники, которым привыкли люди, которым они доверяют, работают дальше и охраняют их автомобили. Но теперь они будут только работать официально, а не так, как они работали до этого, и будут работать трудоустроенные в общественной организации «Захаст Одесса». А вот администрация меняется. Однако городской власти люди не верят и заявляют о намерениях перекрыть дорогу до тех пор, пока не добьются своего. Чтобы избежать заторов, патрульные перенаправили транспорт по Кастанде и Львовской. Юлия Долганюк, Евгений Войтенко, Думская ТВ. Итак, в какой момент город решил, потому что общественная организация наверняка такими вопросами не занимается, в какой момент город решил, что нужно эту автостоянку как-то обналичить, так как понимаемые сюжеты, что автолюбители, которые пользовались этой стоянкой, они не платили денег в город. Смотрите, на сегодняшний момент всеми стоянками и парковками в городе занимается Одесса Транспортсервис. Это правоприемник парксервиса, который был создан в 2011 году. Его создали специально депутаты, еще те, которые сегодня не работают, для того, чтобы как раз упорядочить деятельность хаотичную стоянок и парковок, о стоянке, которые в большинстве своем возникали в советские еще времена. И с документами на землю и все остальное там ужас и ужас происходит. Их попросту нет в большинстве случаев. Для того, чтобы это как-то узаконить и упорядочить, был создан и орган, и было на сессии Гурсовета решено, что все автостоянки... Ну, было принято решение сессии Гурсовета, так называемая дислокация, по которой все автостоянки, конкретные земельные участки в городе Одессе, были отнесены в введение именно парксервиса. И парксервис, заключая договора по содержанию мест для паркования, таким образом передавал полномочия оператору автостоянки находиться на территории автостоянки и уплачивать парковочный сбор. Так вот, с 2011 года есть много автостоянок, которые все еще держались, боролись и пытались не заключать договор с парксервисом. Но всячески этого избегали, потому что им просто это удобно. Удобно не платить, естественно, те налоги, те сборы, которые положены, которые определены городским советом, а платить гораздо меньшую сумму. Если на примере вымпела, это от 800 гривен в год они платили. Так, а будут теперь платить сколько? Ну, давайте, так, пока еще это не ясно, но тем не менее, сколько они будут платить в год? Примерно 20 тысяч в месяц. В месяц? То есть 240 тысяч в год, а платили 800 гривен? Не 240, а почти 300, 12 месяцев в году. Ну, ладно, 240, 20 тысяч в месяц, 240 на плюс. А, да, да, ну, по примеру, да, да. Хорошо, давайте теперь смотреть, как работает это. Парксервис передает это общественной организации ведение баланса. Почему именно общественная организация, в данном случае, ваша, будет заниматься этим? В начале прошлого года, 2017 года, устав бороться, устав писать предписания, обращаться лично, проводить сборы. Парксервис вместе с управлением транспорта, с приглашенными средствами массовой информации и, в том числе, с общественниками провели брифинг, в котором осветили эту проблему, осветили, что в городе остается порядка 120 стоянок, которые отказываются всячески заключать договора. И было принято решение, что им отправляются последние предписания с просьбой заключить договор. В случае отказа будут заключаться договора с теми общественниками. Из первых гост. Директор коммунального предприятия Одесса Транспортсервис Владислав Тамкевич на телефонной связи. Добрый день, Владислав. Добрый день. Здравствуйте. Наверняка вы знаете нашего гостя в студии Александр Щерблюк. Знакомы? Да, конечно. Здравствуйте, Александр. Добрый. Да, ну вот мы говорим по поводу автостоянки «Вымпел». Каким образом там возникает спор и как вы видите его разрешение? Действительно есть конфликтная ситуация, есть недопонимание некоторых активистов, которые своими безумными действиями, к сожалению, доставили массу неприятностей и неудобств жителям Киевского района. Как мы видим разрешение? У них была возможность, были проведены переговоры с ними еще летом. Александр, вернее, правильно сказал, как мой коллега, потому что он достаточно опытный уже в этих вопросах. Действительно, мы проводили с ними в летнее время переговоры год назад. Предлагали возможность заключить с нами договор, изготовить схему, помочь в согласовании. Это все их бывший председатель знает прекрасно. Сейчас на данный момент они говорят, что да, действительно, мы им предлагали все, но они были плохо юридически осведомлены, юридически подготовлены. Но это на самом деле просто не уводит в сторону разговора, пытаются себя снять ответственность. И у нас есть решение суда. Суд подтвердил законность наших требований. Суд подтвердил законность требований наших партнеров, помощников по поводу узаконивания нелегально работающих автостоянок, граждан, конвертивов. И вот на данный момент я считаю, что необходимо соблюдать финансовую дисциплину, необходимо прекратить нарушение общественного порядка, подписывать договора с общественным организмом захвата Одессы по поводу хранения автомобилем данной стоянки. И данная стоянка продолжит нормально функционировать. Владислав, скажите, пожалуйста, а сколько они платили в год? Вы помните? В этом году они собирали, по нашей последней информации, у них внутренний тариф от 310 гривен до 600, это за 115 машин в месяц. То есть тяжело сказать, сколько на их расчетный счет попадало денег. Ну, допустим, 50 тысяч в месяц в среднем. Сколько? Извините. 50 тысяч гривен, да, примерно в месяц. То есть это за год больше, чем полмиллиона они получили денег с автовладельцев, данный кооператив. А город получил 800 гривен за прошлый год, налог на землю. Так, а теперь город может и весь этот поток перенаправить в бюджет? Ну, теперь город будет ежемесячно, на свой расчетный счет, в данной автостоянке получать парковочный сбор. Более того, теперь город будет иметь административный контроль за хвостом Одессы. То есть полностью у нас взаимодействие по уборке территории, соблюдение санитарных норм. Более того, с каждым автовладельцем, до чего не было раньше, будут заключены отдельные индивидуальные договора, как на хранение автотранспорта. Теперь, не дай бог, в случае какого-то случая неприятного, так сказать, есть возможность подойти к администрации за хвостом Одессы и решить это все в досудебном порядке. Потому что официально оператор несет ответственность за сохранность автомобиля на своей территории, которая эксплуатируется. Но хочу обратить внимание, что земля была городской, остается городской и будет городской. Вы меня поправьте, я, возможно, не совсем понимаю, как это работает, но общественная организация берет на себя право быть балансосодержателем автостоянки? Совершенно верно. Общественная организация взяла на себя обязательства соблюдения финансовой дисциплины в данном случае, в случае оплаты парковочного сбора. Но люди имеют право отказаться от услуг общественной организации? Да, безусловно имеют право отказаться. Это они и делают, правильно? Нет. Люди могут отказаться от данных услуг и ставить свой автомобиль там, где они считают нужным, на той территории, внутри квартала, на другой автостоянке, если они хотят. Владислав, скажите, пожалуйста, насколько мы понимаем, этим объектом будет заниматься предварительно общественная организация «Защита Одессы». Еще какие-либо организации проявляли желание и заинтересованность заниматься этим объектом, возможно, на конкурсной основе или подавали заявки как-то в другом виде? Нет, конкурсная основа вообще не предусмотрена в данном случае. Заявки по данному адресу подавала одна общественная организация, которая называется «Защита Одессы». Понятно. Услышали. Спасибо вам, что присоединились к работе нашей студии. Есть у нас другие адреса, которые тоже отказались. Мы многократно на средствах массовой информации обращаем внимание. Владислав, мы приглашаем вас в студию. Можем поговорить подробно о ситуации в городе с парковками, с автостоянками. Давайте это обсуждать в прямом эфире, а по телефону конкретно этим вопросом. С вами свяжется наш редактор. Спасибо большое. Владислав Томкевич, директор КП «Одесса Парк Сервис Транс». Александр, все-таки хочется уточнить, так как вы представитель этой общественной организации «Защита Одессы», как давно она существует? С 2015 года. То есть полных два года, да? Да, даже два с половиной. И чем занимается в общей сложности? В общей сложности пытаемся заниматься чем-то полезным. В городе, в основном, это спортивно-массовые мероприятия. Если вам интересно, то вы можете зайти на нашу страничку в Фейсбуке и посмотреть, там все видно и понятно. Насколько мы понимаем, на место акции приезжал один из депутатов городского совета, который пытался пообщаться, ну я так понимаю, в частности с вами, но с ним на контакт не пошли, даже не представились. Ну вот такая информация. Я такую информацию видел на вашем интернет-ресурсе, но, к сожалению, она неправдивая, потому что разговор у нас состоялся, он состоялся сразу, потому что, ну что значит избегал, да? От него никто не убежал, он подошел к входу на автостоянку, там стоял я, и мы сразу начали общаться вместе с ним, и это снимало там 10 людей. Ну с какой целью приехал депутат? Это его округ, и он решил попытаться разобраться в ситуации за 15 минут, у него это не вышло, и, ну в общем, он прилагал какие-то усилия для того, чтобы помирить людей, разобраться в ситуации, но не получилось, потому что для того, чтобы вникнуть в эту ситуацию, надо вникать в нее дольше. Нужно смотреть документы, правоустанавливающие на эту автостоянку, нужно было изучить те решения суда, которые были, а так просто прийти и за 3 минуты буквально разобраться, это невозможно. Ну в дальнейшем разговор с ним возможно? С кем? Ну с депутатом, который провел университет, в дальнейшем разговор вашей организации возможно в целях какого-то сотрудничества на стартовых позициях, ну когда вы только будете брать. Слушайте, мы открыты для общения как бы любого. А у вас есть опыт ведения автостоянок или это будет ваш дебют, скажем так, вашей организации? Нет, у нас есть опыт ведения автостоянок, в том-то как бы все и дело, почему мы занялись этим вопросом. А где, в какой части города? Есть автостоянка в Малиновском районе, которую мы таким же образом приняли на администрирование. Но это выгодно, вы же деньги зарабатываете, да, таким образом? На чем? На автостоянках? Ну да, над тем, что вы, собственно, являетесь балансосодержателем, вы там контролируете какие-то процессы, которые происходят. Мы не можем зарабатывать деньги, общественная организация это неприбыльная организация. Ну а в чем ваш тогда интерес? Пополнять бюджет города. Серьезно? Ну да. Но это не работа ваша? Нет. А где вы работаете? Ну вы юрист, я полагаю, по профессии. Я юрист, да. Я юрист по профессии. В дальнейшем, как вы выглядите, будет складываться этот процесс? Сложную точку уже перешли или еще конфликт находится в состоянии центра? То есть вы еще будете объясняться с представителями действующей власти этой автостоянки или уже все разрешили? Смотрите, я вообще по сути своей не могу понять сути конфликта, да, потому что… Нам еще сложнее, да. Да, да, нам еще сложнее. Вы понимаете, те условия, которые мы предлагаем автолюбителям, они абсолютно лояльны и по большому счету они даже улучшают их условия. Скажите честно, там кто-то зарабатывает большие деньги, которые куда-то уходят, да? Но вот это, наверное, кого-то беспокоит, кто-то не хочет отдать поток, денежный поток. Не хочет отдать, поэтому выходят там, людей настраивают, они выходят на улицу. Ну, скорее всего, да. Там есть… Ну, вы не говорите это, я просто догадываюсь. Послушайте, в старой администрации есть люди, естественно, те деньги, которые недополучал бюджет, да, то есть из тех денег, которые сейчас собираются, можно было бы спокойно заключить договор с парксервисом и оплачивать парковочный сбор. Они этого не делают, они вместо этого платят 800 гривен в год. Вот вопрос становится, куда отбивают эти деньги? Естественно, они кому-то оседают, я понятия не имею, кому. Наверное, тем активистов, которые подталкивают обычных людей, да, настраивают против нас, рассказывают им, что у них отберут места и прочие небылицы, подталкивают их выйти на улицу и перекрыть дорогу. Но это даже ложь. Конкретность человека, вы говорили, вот сколько вы платите, условно, там, Сергей, сколько вы платите за парковку в месяц? Он говорит, 350. Правильно, вот в том-то и дело. А вы говорите, Сергей, вы будете платить там 150, но это будет еще деньги идти в город. Невозможно 150. Ну, я условно же говорю, как разговор выглядел? Почему они не слышат вас? Смотрите, разговор выглядел, и дискуссия, она длится с лета. Вы поймите, с лета первый раз мы пришли на эту автостоянку, вдвоем попытались поговорить с администрацией автостоянки, объяснить им сложившуюся ситуацию, встречались с коллективом, попросили не усугублять, никаких конфликтов не делать. Эти разговоры длятся до сих пор. До сих пор мы, где с отдельными автолюбителями, где с группой автолюбителей, объясняем и разъясняем, что эти деньги будут идти в бюджет города, что до сегодняшнего момента вас просто обманывала ваша администрация и этого не делала, что вы будете иметь хоть какие-то правоустанавливающие документы на то место, на котором вы ставите машину. То есть они сегодня громогласно заявляют, это моя собственность, я здесь привык ставить, это вот навес, я его делал, его делал мой дедушка, еще кто-нибудь. Мы с этим не спорим. Вы пользуетесь, если вы считаете, что это ваша собственность, продолжайте ей пользоваться. Только на сегодняшний момент у вас нет документов, которые это подтверждают. А с нашей организацией у вас будет договор хранения транспортного средства, как это положено положением кабинета министра еще 1996 года. На всех долгосрочных стоянках должны быть такие договора, долгосрочного хранения транспортного средства. Люди то ли из-за своей неграмотности, то ли что, они берут договоры, они смотрят, некоторые даже подписывают. У нас есть более десятка договоров уже подписанных с людьми, которые нормально относятся к этому вопросу. И нужно понимать, что это проблема не всей автостоянки. На 80% пользователей этой автостоянки, они не против этих перемен. Им по большому счету все равно, кому платить. Да, но вы же были на месте. Вы видите, что там на момент вашего приезда утром там было вообще 10 человек. А в самом пике там было человек 30 максимум. То есть это показывает, что с учетом того, что они приводят там не только автолюбителей, а еще своих родственников и просто соседей, то есть это не общее мнение всей автостоянки. Это отдельная группа людей, вот таким образом настроена, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Так, есть решение суда. Да. Почему его, скажем, полиция не помогает существовать его законное применение? У нас похожий конфликт возник летом. Мы когда пришли, хотели приступить к администрированию. Эти же активисты вышли на дорогу, перекрыли Люздовскую дорогу. Вы помните, тогда в тот раз было до 2 часов ночи, они перекрывали дорогу. После этого сразу произошла встреча у вице-мэра для того, чтобы снизить градус этой ситуации, для того, чтобы какой-то найти выход из этой конфликтной ситуации. Мы встретились у вице-мэра, наша сторона, сторона автостоянки, был представитель парксервиса, и их попросили. Говорит, вы уже поняли, что нужно действовать в законном порядке, пойдите, обратитесь в парксервис и заключите с ними договор. Мы все разошлись вроде на этом, но вместо того, чтобы подать документы в парксервис, они обратились с иском в суд, в Приморский суд, и с обжалованием решения сессии Гурсовета, на котором было принято вообще, что парксервис может распоряжаться этой землей. То есть, они еще раз доказали свою позицию в том, что они не желают заключать договор и платить именно парковочный сбор. Ваше понимание, Ваш прогноз, как разрешится эта ситуация, увидим ли мы еще переплетели с Дозовской дороги, или это уже пошло на сладу? Я надеюсь на благоразумие тех людей, которые занимались этим. Я вижу, что, в принципе, общий градус этого конфликта, он понизился, с учетом того, что к нам каждый день приходят новые и новые люди, заключают договора, понимают эту всю проблему, и те, кто хочет в ней разобраться, непосредственно из автомобилистов, которых это касается, они читают договор, они читают решение суда, они понимают, что с юридической точки зрения все абсолютно правильно, поэтому соглашаются с этим и ставят машины абсолютно беспрепятственно на те же места, где они и были раньше. Уверена Вам скажу, те люди, которые подписали с Вами договор, если они еще не получили каких-то неприятных ощущений или, возможно, не сделали какой-то нехороший вывод о сотрудничестве с Вами, то они вскоре передадут это состояние всем остальным, и тогда эта ситуация просто разрешится сама по себе. Можно прийти на автостоянку, на которой мы в Малиновском районе уже работаем, там ни один человек не может ничего плохого. Кроме того, что там появилось видеонаблюдение и прочее благоустройство, да, это автостоянки, хуже там не стало, это точно. Спасибо Вам. Александр Шерблюк, представитель общественной организации «Защита Одессы». Вы были у нас в гостях, прерываемся на паузу и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова